Вот очень хорошее название в Крыму, после Симферополя, по дороге на Девастополь, есть такой поселок, называется Приятная Свидание. Приятная Свидание. Чтобы даром времени не терять, по дороге на Севастополь, я вам расскажу историю. Одна из важнейших проблем, которые стояли передо мной, когда я осваивал лозы сетевого бизнеса, это было умение, навык, который мне давался с огромным трудом. Я сильно страдал от того, что я не умел это делать. Вовремя замолчать. Огромный соблазн, огромный соблазн, боже, какой страшный соблазн, какое искушение говорить, говори, 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 рассказывать еще об этом. Мозги кричат тебе изнутри, остановись, хватит уже. А язык треплет, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, без перерыва, потому что так хочется сказать еще об этом, об этом и об этом. Я это очень хорошо осознал, когда стал уже, будучи опытным сетевиком, имея в кармане деньги, я всегда был заинтересован купить что-нибудь в сетевой компании у кого-нибудь дистрибьютора, зубную пасту, какой-нибудь лосьон, какое-нибудь средство по уходу за кожей, какой-нибудь продукт, пищевую добавку или средство по уходу за машиной и так далее, и так далее. Потому что я знаю, что в сетевой компаниях самое лучшее продукт. Боже, если бы вы знали, сколько раз я видел, какие ошибки делают сетевики, такие, когда ты просишь у них рассказать о продукте и рассчитываешь что-нибудь купить, боже, какие перья распускаются, представляете? Павлин, шу, перья распустил, такие перья, и начинает петь. Тетерев на таку во время любовной песни так не поет самозабвенно, как поют дистрибьюторы о своем продукте. Вот это зубная паста, нужным всего лишь горошину, но горошина должна быть не более 2 мм в объеме. А если вы сделаете 3 мм, то это сухая щетка. И вот вы чистите, и вот так, и вот так. Я говорю, я все понял, вот я уже знаю, хорошо. Давайте я покупаю. Подождите минутку, я вам сейчас расскажу характеристики этой пасты. Я говорю, да не надо, я уже все знаю. Давайте я вам расскажу. Вот смотрите, вот это вам еще книжечка, вот это вам буклетик, вот это вот вам, это вот вы представьте, ваши десны. И песня эта как нескончаемая. И я слушаю это все и смешно, и горько. Потому что я вижу в этом человеке себя. И я так пел. Я пел о преимуществах нашей компании. Я пел о руководителях компании. Я пел о истории, многочисленные истории, которые никак не вязались с ситуацией.